В гостях у нас Максим Юрьевич Ставицкий, директор Центра профессионального самоопределения Хабаровского краевого института развития и образования. Для начала, признайтесь, вы купаетесь летом или нет? Добрый вечер. Я не купаюсь, потому что я не умею плавать. Но в приближной зоне отдыхаю и постоянно с мусорными пакетами, за собой и за предыдущими. Вот, все берите пример. Человек убирает мусор, но не заходит в воду. То есть выполняете требования закона полностью. Ну, Максима Юрьевича позвали потому, что на самом деле сейчас будет очень важная тема. Возможно, самая важная в жизни каждого человека, потому что очень важно угадать со специальностью. И я, и Антон, и Нина в свое время, ну, в школе же не угадали, да? Ты же не знал, что будет? Я угадал. Угадал? Ну, в смысле, я закончил институт по той профессии, по которой я хотел. Потом я работал по этой профессии, потом просто жизнь предложила мне другие варианты, и я выбрал их. У меня все нормально с этим словом было. Ну, ладно. Это вот у тебя вечная мука на всю жизнь. Я закончил тот институт, который хотел, и работал по той профессии, которая мне нравилась. Но, тем не менее, насколько я знаю, правительство края делает так, чтобы вот школьнику в Хабаровском крае была максимальная возможность выбрать удачно, да? И сейчас реализуется целая программа, чтобы уже, по-моему, в седьмом классе можно было определиться. Я не ошибаюсь? Да. На самом деле тут задача, и даже вопрос немножко шире, да, седьмого класса или средней школы. Я думаю, никто не будет спорить, что, в принципе, выбирать там свою профессиональную деятельность необходимо с горящим сердцем, глазами, да? То есть если ты не любишь какое-то дело, то, скорее всего, ты будешь или неэффективно работать, или, ну, рано или поздно ты сгоришь, да? Эмоционально выгоришь. Поэтому здесь наша задача не только государственных структур, а еще и родителей, и вообще всего общества, всех социальных институтов, можно сказать, состыковать потребности и желания самого ребенка, или даже взрослого, неважно, потому что профориентация, она на самом деле, она не имеет границ, с потребностями экономики. И показать, вовремя показать, что есть, вот он, мир профессий, который он востребован и сейчас, и в будущем. То есть когда ты выпустишься со школы и с института, да, или с техникума, ты будешь востребован на этих специальностях, которых, может быть, пока, например, еще нет, но они обязательно появятся, потому что есть стратегии развития, есть документы нормативные, да, и все равно есть видение, куда экономика развивается. Чтобы ребенок понимал применимость свою и значимость. Максим Юрьевич, вот это все здорово, что вы говорите, стратегии и прочее. Седьмой класс. Таких слов пока не понимает. Он даже не то, что таких слов не понимает, он даже если сейчас скажет, да, хорошо, я пойду, там, не знаю, в инженеры или в художники, он через полгода, десять раз все поменяет в своих желаниях, в своем видении себя будущего, а через два года даже и не вспомнит о том, что там чего-то, вот, он такое планировал. Ну, самое начало переходного подросткового возраста. Ну, мне кажется, что, ну, вот у меня две дочери, мне кажется, что седьмой класс, это просто настолько откровенно рано. Я не прав. Профориентация, она вообще начинается и должна, наверное, в разных формах, да, начинаться еще в детском садике. И есть много примеров в упрощенных формах абсолютно, да, в знакомстве с профессиями, там, ничего сложного. Чем старше, тем эти формы сложнее. Я согласен с тем, что там в седьмом классе можно желать одного, а потом поменять желание. И на самом деле это неплохо, это нормально. И тоже наша задача, ну, в принципе, как взрослых людей, детям говорить, что это нормально, чтобы они, ну, мир меняется. У нас должно быть понимание, что мир гибок, и мы должны быть гибкими, но при этом обладать какими-то универсальными, да, как говорят, soft skills, гибкими навыками, которые универсальны для многих профессий. То есть гораздо проще потом, даже получив там специальность, да, проработав год или два, понять, что это не мое, но ты переучишься, и у тебя уже будут некие навыки, которые тебе проще дадут новую профессию, нежели все с чистого листа начинать. И вот именно на этих компетенциях, на гибких навыках тоже очень большой блок профориентации сейчас выстраивается. И тот факт, что человек в течение жизни пять или семь раз может поменять кардинально вообще свою профессиональную деятельность, уже сейчас там в профориентационной среде, да, там, экспертами и нами в целом считается это нормой. И это не должно быть таким стрессовым фактором для ребенка, то есть если он поменял, он не должен там думать, что что-то во мне. Тогда не очень понятно, зачем профориентация нужна, если, ну, поменял, так поменял, два года поработал, сменил сферу деятельности. Ну, процесс узнавания себя, своих желаний, да, самому себе даже признаться, это очень сложная вещь, которая может там и в 40 лет, и когда только она может не прийти. То есть я почему говорю, это, наверное, с дошкольного возраста, а то и младше. Не прекращающийся такой процесс. Да, потому что по факту профориентации, если уж так, можно назвать все, потому что наша профессиональная деятельность – это большой пласт нашей жизни, вот, и поэтому к ней так или иначе готовят многое, что. Большой вклад, там, роль родителей, безусловно, там, я как тоже, как отец считаю, что он, прежде всего, да, это первичный, вообще самый главный институт, там, родительство, да, семья. Я вот хотел бы возразить, вот, мне кажется, родители ребенка не знают, со стороны пытаются ему, вот, подсказать что-то из лучших побеждений, но, вот, в случае со мной, вот, совершенно не угадали. Пихали меня туда, вот, что мне потом совершенно не пригодилось. Давайте, все-таки, вернемся к профориентации, да? Да, и, кстати, Слав, вот, меня режиссер просит уточнить, 45, 66, 45, сейчас звонки принимаются именно вот по этой теме, по профориентации, а к воде в Амуре мы вернемся уже в следующей части программы. Да, вот, у нас тоже в советской школе была профориентация, но там особенного выбора, честно говоря, не было. Мальчики и девочки имели возможность выбрать из двух специальностей мужчин, это был либо электромеханик, либо автослесарь, и все, да? А сейчас, насколько я знаю, составлен целый атлас специальностей, которые могут пригодиться в Хабаровском крае, да? Кстати, у меня просьба, давайте покажем фотографию, у нас есть в электронном виде. Да, атлас действительно есть, и это один из продуктов, да, профориентационных, краевых, которые мы разрабатываем. То есть, некий комплекс мы уже начали, и он дальше будет продолжаться, именно в таком продуктовом варианте, формате. Атлас состоит из блоков, и это и приоритетные направления экономики, которые состыковываются с флагманскими инициативами и проектами, да, краевыми. Так как, собственно, образование пронизывает все, все эти проекты, поэтому это, ну, такая вот красная нить этих проектов в любом случае. Это и разделы касательно потребностей экономики каждого района конкретного, какие работодатели в каждом районе присутствуют, какие сейчас профессии востребованы у этих работодателей, какой уровень зарплат, какие вот как раз-таки гибкие навыки требуются для этой профессии. Но есть еще блок профессий, да, если мы говорим, что сейчас там, например, сварщик, и, кстати, очень востребованная и при должном подходе весьма оплачиваемая работа, просто не всегда кажется, что она престижная, да, вот, хотя это вопрос... Не соглашусь, всегда была престижная. Я работал на стройке, сварщик всегда был элита. Я вот полностью согласен, вот, но в молодежной среде, ну, немножко престиж, он, это, утерялся, к сожалению. Мы поэтому сейчас тоже показаем, и через WorldSkills, да, молодые профессионалы, чемпионаты и другие мероприятия, показываем, что это тоже престижно, и это, ну, это здорово работать, и можно хорошо зарабатывать. Есть еще группа профессий, которые только зашла, допустим, проектировщик до умных домов. То есть раньше их не было, сейчас весьма востребованная профессия. Проектировщик чего? Умных домов. Умных домов. Именно умных, не обычных. Да, именно умных. Ну, это с электрикой, да, мы понимаем, связано. Но есть еще и блок профессий, которые мы предполагаем, что будут там. Вот об этом поговорим, но буквально через минуту дадим высказаться нашему зрителю. Виктор Иванович, добрый вечер. Здравствуйте, говорите. Алло, Виктор Иванович, вы с нами? Долго ждал Виктор Иванович. Так, Максим Юрьевич, вот тут замечательные какие-то штуки вы принесли. Вот огромная коробка. Я не могу, конечно, как человек, живо интересующийся всеми большими и яркими штуками, не залезть в нее. Вот, давайте я потихоньку буду доставать. Ну, ладно, хорошо. Так, ну, календарь понятно. А вы рассказываете, что, собственно, здесь такое, что это вот... Это профнавигатор, да, о котором мы говорили, я так понимаю? Да, это профнавигатор немножко прошлого года. Я сейчас расскажу. Вот то, что вы держали в руках, это коробка, учебно-методический комплекс «Профибокс». Это предназначено для педагогов или непосредственно для детей, которые занимаются? Абсолютно верно. Для педагогов, вернее, для профориентологов в школе. То есть это могут быть и психологи, и замы по воспитательной работе, и отдельные профориентологи, например. Это вот прям комплект материалов, который разработан с учетом там мировых методик признанных и потребностей экономики края. Там прям поурочное планирование. То есть педагогу, неважно, он уже матерый, да, или он только пришел с вуза преподавать, да, в школе, он берет эти материалы, и у него с нуля, даже с нуля, может быть полностью планирование всей его профориентационной деятельности. Вот так и называется. Профориентация с нуля до индивидуального плана развития, ну, я так понимаю, ребенка-ученика. Да, это конечный, ну, не то чтобы конечный, но это некий такой дальний, но промежуточный результат, на который мы должны ориентироваться, чтобы у каждого ребенка был свой индивидуальный профессиональный маршрут. Это полностью комплект для педагога и для формирования комфортной, да, там, созидательной, образовательной среды там в помещениях. По сути, это некий, ну, наверное, нельзя назвать образовательный курс, но, или все-таки можно? Это и методические пособия, и дидактические. Ну, методичка, да. То есть... Дадим все-таки высказаться зрителям, у нас телефон звонит не переставая, просто мы не угадываем. Мария Николаевна, да? Марина Николаевна, простите, здравствуйте, говорите. Да, здравствуйте, добрый вечер. Я преподаватель-учитель. Вот смотрите, в советской школе раньше был такой план воспитательной работы, где было написано профориентационная работа. Я, как классный руководитель, была обязана приглашать, ну, на урок, на классный час представителя какой-то организации. Сам, допустим, работник какой-то, инженер, врач, ну, хоть кто, любой специальности, журналист, как вы, например, он рассказывал детям о разработке, дети задавали вопросы. Потом, по возможности, мы организовывали экскурсии на это предприятие. И вы понимаете, каждый выпускник уже конкретно в 10-м, в 11-м классе имел понятие, кем он будет. На данный момент, что мы имеем, 11-й класс, ЕГЭ, они даже не знают, куда они идут. Они подают заявление в пяти вузах. Вот на данный момент у меня только три конкретных ребенка, да, ученика, которые идут в пединститут на учителя, ну, преподавателя, им нравится, они понимают эту работу, да. Дальше двое идут на врачей, целенаправленные, остальные куда повезет. Ну, как это так? Почему-то. Вы абсолютно правы. Ну, есть правда в этих словах, безусловно, я соглашусь. Это огромная проблема. Ну, собственно, ради этого и внедряются новые технологии. Для этого и надо достаточно рано, чтобы человек хотя бы имел представление. Кстати, а вы угадали в свое время? У меня как-то так случилось. Я тоже дочке рассказывал, она хочет ветеринаром, ей 4 года. Вот. И я уже задумываюсь, где ее сводить, да, в ветеринарную клинику, куда, ну, показать, как это. Ну, это дочка, а вы сами. У меня желаний было масса разных, меня мотало. Но я не сошелся. Я хотел, мне всегда нравилось управлять автомобилем, водить. Пошел я, ну, собственно, по пути совсем другому. Поэтому по управленческому, скажем так, пути. Но я не жалею об этом. О, Максим Юрьевич, я до второй коробки добрался. Да. Здесь уже, я так понимаю, не для учителей, да, а некая история для детей. Вот определенная настольная игра. Здесь какие-то вот в большом количестве карточки. Уже такая современная история. Не просто ходилка, как мы привыкли там в нашем детстве с кубиками. Что это такое? Это тоже еще... Я так называю, что профибокс, это как раз, ну, не то что первичный. Он сначала следует, да, это пятый, девятый классы, он ориентирован. А дальше это комплект учись работы в Хабаровском крае. Он представляет собой, ну, два компонента. Это, собственно, атлас востребованных профессий, о котором я говорил. Это немножко такая модернизированная версия профнавигатора, которую вы показывали. Он больше прикладной к экономике. Тот на знакомство больше с профессиями. И игра. То есть они взаимосвязаны. Игра, да, по принципу ходилки, бродилки, но с использованием дополненной реальности. То есть скачиваем приложение и смотрим. Я не знаю, понравится ли это школьникам, Антону Петровичу... Я бы домой вот такую взял, попробовать, по крайней мере. Самому интересно, да? Тут вот QR-код, да, я так понимаю, телефоном наводишь. Там какие-то задания в программе, в телефоне. То есть это вот взаимодействие для ребенка. Программы сможешь поиграть. Все, хорошо, я завершил вопрос. Спасибо, у нас в гостях был Максим Юрьевич Ставицкий, директор Центра профессионального самоопределения Хабаровского краевого института развития и образования. Кстати, если у вас возникли вопросы, позовем еще раз Максима Юрьевича. Я понимаю, что это очень важная профессия, и чем ближе к выпускным экзаменам, тем более важная.